Добрый день, меня зовут Максим Прасолов, я SEO и основатель компании Neuromation. Тема моего доклада звучит, возможно, даже пугающе, поэтому это следующий слайд для вас. Обычно мне приходится объяснять про нейросети как раз с формулами на слайдах, но здесь действительно не будет ни одной формулы. Многие знают меня как автора графической прозы или автора и продюсера мультфильмов. Кому-то я известен как топ-менеджер, кому-то как пиарщик, и все это правда, это действительно все про меня. Мультфильмы я делаю достаточно давно, это всегда было моим хобби. Год назад примерно, когда мы с моей командой творческой делали экранизацию Кобзаря, такой в жанре зомби-хоррор мультфильм, завтра, кстати, премьера, можете приходить так, минутка рекламы на фестиваль «Линолеум». Мы делали мультфильм, и поскольку анимация достаточно трудоемкий процесс, мы пытались это как-то автоматизировать. Писали разные алгоритмы, чтобы нам, современные машинные алгоритмы, помогали делать анимацию. И в процессе изготовления производства этого мультфильма я набрел на, как мне показалось, достаточно интересную идею. Идея была в том, чтобы учить машинные алгоритмы как раз при помощи 3D мультфильмов. Звучало это очень фантастически, примерно как в «Матрице», но удалось собрать команду ученых и начали этот процесс. Итак, люди всегда хотели повторить человеческий мозг в машине, сделать математическую модель нейрона. Что такое нейросеть? Вы видели, робот там ездит, да, с ним многие разговаривали. В действительности ничего пугающего в нейросети нет. Это всего лишь классификатор и способ сегментации информации. Вот представить это можно так. Есть некие данные, которые входят, есть процесс обучения. Есть модель, если мы, допустим, говорим о распознавании образов, то модель на выходе должна увидеть и понять, что она увидела. А для того, чтобы понять, что она увидела, ей нужно показывать большое количество размеченных данных или примеров. Вот эти примеры — это каждый объект на этом изображении. Например, у вас есть большая фотография этого зала, так вот каждый из вас должен быть размечен, обведен соответствующим прямоугольником или квадратиком, и там должен написан человек, мужчина, женщина. И для того, чтобы машина научилась, этих примеров должно быть очень-очень много. Примерно 5000 изображений на каждый объект. Каждый объект на фотографии, вот как представлено на этом примере, он должен быть обведен и снабжен меткой. И только после этого машина действительно сможет отличать зонтик от собаки, человека от машины, бутылку от мотоцикла и так далее. И для того, чтобы система училась, эти примеры делают, и что самое-то интересное, примеры делают вручную. До сих пор люди учат нейросети вручную, а именно размечая миллионы фотографий. Они обводят квадратиками изображения и снабжают их метками. И конечно же это содержит большое количество ошибок. И для того, чтобы автоматизировать ручной труд, нужно на порядке больше ручного труда. И в этом заключается парадокс. К сожалению, до настоящего момента, до того, как появился наш подход, люди делали это именно так. А сегодня мы это поменяем. Мы научились создавать 3D-симуляции реальности и учим в них модели нейросетей. Это может быть дом, это может быть улица, вот этот зал или, например, полка в супермаркете, где каждый объект имеет свой адрес. Мы знаем его размеры, мы знаем, где он точно стоит и знаем его название. И мы способны порождать огромное количество размеченных данных очень быстро. Но самое главное, мы научились строить такие модели машинного обучения, которые очень эффективно на таких данных учатся. Вот эти 3D-модели, их можно ставить на полки в любых комбинациях, с любыми фильтрами. Мы можем создавать разные углы. И самое главное, что они будут размечены так, как человек никогда не сможет их разметить. Никогда он не сможет обвести так точно, как это будет в этой 3D-симуляции. И этот подход может быть применен практически везде, где нужно распознавать объекты. Всегда возникала проблема, потому что многие до нас пытались это сделать. Кто-то пытался учить автономные автомобили внутри компьютерной игры GTA San Andreas, кто-то пытался создавать симуляции, где обучать роботов. И действительно это сложный процесс, потому что обучаемся это мы на одной, на синтетических данных, а переносим это на реальную. То есть показываем ей, допустим, 3D-изображение какой-то бутылки, а потом показываем реальную бутылку, и она должна ее узнать. Буквально два месяца назад нам удалось успешно решить эту проблему. Мы очень молодой стартап, и два месяца назад мы эту проблему решили. При помощи наших партнеров, мы компания, занимающаяся исключительно R&D, Research and Development, мы не занимаемся продажами. Мы нашли людей, которым это было нужно. Это оказалась огромная сеть ритейлеров, поставщиков и, соответственно, родственников торговли. Вот, например, в каталоге родственников торговли примерно 1700 товаров. И чтобы поставщикам контролировать положение товаров на полке, вы знаете, да, про мерчендайзеров, которые ездят и смотрят за наличием товара, камеры, которые установлены для того, чтобы следить за этим. Но это огромный, огромный, огромный рынок. Так вот, чтобы следить за этими товарами, розницу нужно автоматизировать, то есть научить вот эти вот умные камеры, да, увидеть, что стоит на этих полках. Это титаническая задача. До настоящего момента буквально считанные компании делают какие-то очень узкие категории для того, чтобы автоматизировать розницу. Для того, чтобы это сделать, нам потребовался 1 миллиард футуралистичных изображений. Вот, если представить, что он делался бы вручную, это заняло бы 120 миллионов часов, человекочасов, и каждое такое изображение обошлось бы примерно в 20 центов. И для этого, наверное, нужно было усадить весь Бангалор для того, чтобы они это делали. Нам удалось это делать намного быстрее. Но с тем мы столкнулись. Способ-то у нас классный, хороший, вроде вот мы данные придумали, да, то есть размеченные данные, и точные они на 100%. Но проблема заключилась в том, что для того, чтобы породить такое количество изображений, 1 миллиард фреймов высококачественных, нам нужна была просто огромная вычислительная мощность. Просто невероятная вычислительная мощность, которой, конечно же, у нас не было. И мы сначала арендовали ее на Amazon Cloud и платили десятки тысяч долларов в месяц для того, чтобы это делать. Потом мы решили купить свою мощность и столкнулись с удивительным явлением. Оказалось, что вот эти видеокарты, которые нужны нам, процессоры GPU, на которых мы учим нейросети и производим данные, они же производят криптовалюту. И спекулянты продавали эти карты в мае месяце в три дорого, то есть две-три цены. Их невозможно было купить ни в Польше, ни в Германии. Нам их привозили из Соединенных Штатов для того, чтобы мы могли построить хоть такой небольшой кластер, чтобы обучать сети. И вот производители криптовалюты или майнеры, которые строят вот эти майнинговые фермы для того, чтобы решать абстрактные задачи для производства этой валюты, они сгребли просто всю эту мощность. И на нас ее просто не осталось. Не буду повторять вам, какими именно словами мы обсуждали крылья этих прекрасных ребят, но в какой-то момент нас осенило. Мы просто сели и посчитали, а сколько же эти ребята зарабатывают. Одна такая ферма, состоящая из шести видеокарт, она зарабатывает примерно 7-8 долларов в день. Это то, что мы платим за пару часов на Амазоне. И мы пошли к майнерам и сказали майнеры, а хотите зарабатывать 10 долларов в день? И мы будем платить вам в криптовалюте. Куда нести карты, сказали майнеры. Через месяц у нас было 1000 карт. Через два месяца мы подтвердили гипотезу о синтетических данных. Сейчас у нас огромное количество майнеров, которые просто хотят с нами работать и зарабатывать деньги на полезных вычислениях. Оказалось, что вычислять полезное намного прибыльнее, чем вычислять абстрактные алгоритмы в блокчейне. И это действительно проблема, потому что ученым мощность нужна для вычислений. Они платят за нее много или получают гранты на нее. А майнеры расходуют ее очень дешево. Этот гэп составляет где-то в среднем 15-20 раз. И в нашей идее эта мощность используется для разных направлений. Автоматизация ритейл — это всего лишь одна лаборатория. А это может помогать решать действительно фундаментальные задачи человечества. Например, такие как поиск и тестирование лекарств, потому что мы можем симулировать живую клетку и тестировать на ней разные процессы. Например, медицинской диагностики, которой мы уже занимаемся, потому что можно создать большое количество данных, где есть недостаток клинических протоколов. Или тренировка индустриальных роботов в виртуальных средах, например, тех же самых беспилотных аппаратов, дронов, которые, как вы знаете, беспилотными являются очень условно. Им всегда нужен человек. Так вот, эти все вещи действительно можно делать с использованием двух вещей — нашего подхода синтетической даты и невероятной мощности, которая оказалась в руках людей, опоглощенных криптовалютной лихорадкой. Это можно сравнить, наверное, с лопатами для заводоискателей. Лопат много, а люди желающих — еще больше. Поэтому мы создали такую платформу, которую назвали knowledge mining или mining знаний. И поскольку мощности у нас стало очень много, мы учредили конкурс стартапов для того, чтобы выдавать эту мощность в виде технологических грантов всем желающим. И с идеей о том, что полезные вычисления могут быть более прибыльными для владельцев мощности, мы вышли на ICO, начали этот процесс. А идея у нас достаточно простая. Нейросети, синтетические данные, майнинг — это все довольно сложные вещи, которые действительно без математических формул сложно объяснимы. Поэтому мы создаем такой интерфейс, в котором любой из вас, не зная ни строчки кода, не зная, каким образом это делать. Может зайти на платформу, купить дату или заказать дату, выбрать модель и натренировать ее. И она будет распознавать все, что угодно. Пуговицы, автомобильные запчасти, костюмы, мебель — все, что можно распознать. И не только визуально. Мы довольно долго жили в разных совершенно странах и живем в разных странах. Некоторых из своих членов команды я не видел никогда. У меня рабочий день начинается в... Точнее, он вообще не заканчивается, потому что, когда мне нужно ложиться спать, у меня просыпается Калифорния. И так получается, что к этому я пришел через свое хобби. Знаете, иногда, если ты хочешь сменить мир, совершенно не обязательно этого хотеть. Иногда просто нужно любить то, чем ты занимаешься. В моем случае я просто люблю мультфильмы.